Здравствуйте, с вами Сноу Коутон, это обзор патча 6.2. Первое изменение у нас в Мунда, нерферли гейма, нерф Ешки, бонусный дэмэдж был 40-100, стал 20-100. И бонусный дэмэдж, который вы получаете еще в зависимости от потерянного здоровья, был максимальный 80-200, стал 40-200. То есть это еще один нерф Мунда, который в принципе делает его менее безумным в эрли мид гейме, но все еще сильным. А понерфили скорость зачистки леса, понерфили састейн, понерфили дэмэдж, но у Мунда было и так слишком много всего. Поэтому лично я доволен. А имеет ли смысл теперь замакшивать Е первым? Нет, я все еще думаю, что нужно максить первым кушку, она дает гораздо больше, чем Е, и радоваться жизни. Также здесь небольшой нерф еще идет ульты, который опять же не критичен, был куда он 75, стал 170. Мунда это все же персонаж не о бульте в эрли гейме, он не так часто прям бегает по карте и использует ульту. Но я думаю в некоторых играх это будет заметно. Заслуживает ли Мунда бана? Я думаю нет. Заслуживает ли он пика? О да, играйте на Мунда, если он вам нравится. Элис. Еще одно изменение, которое мне безумно нравится, потому что это косвенный баф меня любимого. Я не играю на Элис, поэтому любые нерфы персонажей, на которых я не играю, для меня выгодны. На моем Элла Элис не самый частый гость. Да, она пикается, может быть, в одной из трех игр, например, против меня пикается Элис. Приятно ли против нее играть? Нет. С новым руникак, она очень мобильная, начинает ганкой как сумасшедшая. Но, на мой взгляд, в соло-ку, на низком Элла, когда вы не можете на 100% быть уверенным в своих тиммейтах, да и в принципе в себе, Элис это такой, знаете, своеобразный пик, который нужно очень много задрачивать, чтобы быть полезным. На про-уровне и в челленджер Элла уже Элис есть в каждой игре. Это очевиднейший нерф, что это нужно было делать. Она в каждой игре на про-уровне. И это, кстати, вот что я еще могу сказать, я не думаю, что это уберет ее из проплея или же там с высокого Элла. Понерфили скорость бега, теперь у нее в хуман-форме минимальная скорость бега в игре, то есть 325, и в паучке была 355, стало 350. Нерфится, очевидно, из-за руникака, потому что руникака дает 10% момент спида, и это уж слишком жирно. Сделает ли это Элис неиграбельно? Конечно, нет. Просто чуть-чуть похуже будут дела в Орлигейме после покупки руникака, будет вообще на это по барабану. И нерф у нас идет паучка, то есть базовый дэмэдж был 75-275, стал 60-260. Да, заметно, 15 дэмэджа, может быть, иногда вам теперь не будет хватать убивать каких-нибудь рандомных лисинов. Но в любом случае это настолько маленькое изменение, что я не думаю, что оно критично. Если вы мейнили Элис до этого, вам нравится играть на Элис, пожалуйста, играйте дальше, для вас ничего не изменится. Фиора. Насколько я понял, пассивка была совершенно рандомна. То есть она могла заспавниться слева, справа, сверху, снизу. Теперь будет чередоваться, то есть если, например, она заспавнилась на топе, то в следующий раз она заспавнилась сверху или справа. То в следующий раз будет снизу или слева. Посмотрим, как это будет смотреться в игре. Если честно, я не думаю, что это какое-то прям там безумное изменение. Наверное, это единственное изменение, когда вы пытаетесь кого-то догнать. То есть у вас не будет шанса, что, например, она сначала заспавнится слева, вы разобьете, потом цель дашнется, и она заспавнится снизу. То есть такого не будет. Ну, опять же, посмотрим. Скорее всего, скорее всего, это небольшой нерв. С другой стороны, теперь вы можете предугадывать, где будет пассивка, и вам будет проще ее разбивать. Гэмпланг. А нерв ульты совершенно очевидный нерв кулдауна на ульте. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Гэмпланг это один из немногих персонажей, против которых сейчас играть жутко неприятно. И всего лишь понерфив кулдаун на 20 секунд, я не думаю, что вы что-то решите. С другой стороны, в лейтгейме это уже будет заметнее. В лейтгейме ульта Гэмпланга настолько сильный спелл, что, заюзав ее в никуда, вы будете страдать, потому что она вам нужна в тимфайте. Иногда она используется для отпуши, иногда она используется, чтобы отогнать от дракона на шором, может быть, в каком-то скирмише. То есть, теперь есть шанс, что она просто не успеет от кулдауниться к следующему файту. То есть, это нерв. В остальном же, я не думаю, что это достаточно. Гэмпланга, скорее всего, будут нерфить еще. Карма. Уменьшили монокос на В. Опять же, у меня своеобразные, знаете, мысли вот таких бафов, в кавычках, там, как будто карма просто спамит вэшку. Ну, она скорее Q спамит. Ну, карма, она сейчас нормальная. То есть, нормальный персонаж и на мид и на саппорт, но ничего сверхъестественного. Поэтому, я не думаю, что это будет достаточно. А вот это изменение, которое меня, если честно, очень расстроило. Опять же, насколько я понял, как это работает. Вы прыгаете, вы спамите в полете вэшку. И когда вы приземляетесь, то есть, прямо практически перед приземлением, у вас будет вылетать вэ. То есть, вы как бы убираете каста вэшки. Насколько я понял, это работает так. Почему для меня это плохое изменение? Почему я считаю, это неправильное изменение? Если Riot Games вводит вот такую вот фигню, это означает, что со временем они это будут вводить многим персонажам. То есть, банальнейший пример это Алистар. У него такая же механика, он кастует вэ, он кастует ку. То есть, это механика у Поппи, она кастует е, она кастует ку. То есть, в будущем ку будет кастоваться перед концом ешки, или как это будет работать? Или из Алисина, может быть, можно будет кастовать ульту, опять же, вот так же бафферы? То есть, прыжок на джамп плюс ульт, это все в секвенс загонять? Я не думаю, что это правильный подход. Точнее, я уверен, это неправильный подход. С другой стороны, скажу сразу, это бафф Казикса. Это бафф серьезный Казикса. Потому что, например, теперь вы можете кастануть во время прыжка и ку, и гидру, и вэ, и получается, что Казикс это новый ренгер. Посмотрим. Лично я Казикса буду пробовать. Может быть, он у меня не совсем там в списке персонажей, на которых я безумно хочу играть. Но я буду пробовать со временем Казикса, и посмотрим, что из себя он представляет, вот с этими баффами, как это будет все работать. Но лично я этому изменению очень расстроен. Но, опять же, я уже объяснил, почему. Киндред. Нерв. Недостаточный нерв. Киндред сейчас это, наверное, два персонажа в League of Legends, которые, я могу сказать, они вне баланса. То есть, это Киндред и это там Кенч. Этот нерв недостаточно для того, чтобы Киндред заткнать в состоянии сбалансированного персонажа. Во-первых, увеличили монокост на Q. Да, это приятно, потому что теперь даже синим баффом ей будет гораздо сложнее фармить лес. Увеличили монокост на 5. И уменьшили дэмэдж на E. Было 80-200, стало 60-180. Опять же, я не думаю, что этого достаточно. Мне кажется, там нужно гораздо более все кардинально менять. То есть, очень сильно уменьшать базовые дэмэджи, может быть, увеличивать скелящиеся дэмэджи, может быть, и как-то ульту ей баффнуть. Я не знаю. То есть, мне даже об этом персонаже думать не хочется. На данный момент я просто скажу свои впечатления об игре против Киндред. Вы делаете мельчайшую ошибку, Киндред начинал с ноу-болиться до статы 10-0. Ваш лейнер делает мельчайшую ошибку. Киндред 10-0. Вы позволили себе контр-ганкнуть Киндред? Вы 10-0. Ну, точнее, базы с ноу-боли до 10-0. Киндред на данный момент совершенно вне баланса. Поэтому 20 дэмэджа? 5 моно-коста? Ну, не, ребят, это недостаточно. Она не выйдет из пермобана, это просто 100%. Окей. Следующее у нас изменение. Нуму. Еще один момент, о котором я хочу поговорить в этом патчноуте. Это реворки старых персонажей. На данный момент реворкать старых персонажей нужно там в гигантских количествах. То есть, тех же Алистаров, Грагасов и так далее. Все это нужно реворкать. Вот это изменение, это не реворк, это смешно. У Нуму на данный момент, это, наверное, один из немногих персонажей в игре. Может быть, как и у Варвика, кстати. Да, там у Варвика тоже похожая ситуация. У которого полностью бесполезных 2 спела. То есть, это Ку и В. Да и, в принципе, пассивка еще. То есть, почему я называю ВВ-ку бесполезной? Она же дает movement speed и атак speed. Ну, ребят, ну это смешно. Когда у Поппи есть обилка, которая там полностью делит тимфайт на 2 части. Причем с маленьким кулдауном Вэшка, да? У Нуну ускорение там на 15% плюс атак speed на 20%. Ну, это смешно. То есть, естественно, да, это подходит скиллсет Нуну, но все равно. Хорошо, теперь мы закончили говорить о скиллсетах. И будем говорить непосредственно об этом изменении. Что происходит? Это изменение делает Нуну монстром. То есть, да, в прямом смысле этого слова, монстром. Страшным созданием, у которого также мало контрплеев. Кулдаун на Е был 6 секунд, стал от 6 до 4 секунд. Монокост был 75, 115, стал 70, 90. Ну, дюрейшн, ладно, здесь, конечно, неприятно. То есть, замедление было 3 секунды, стало 2 секунды. Сила замедления была 20, а 60% в зависимости от лавла, теперь 40-60. И небольшой нерв дэмэдж на 5 за лавел. Почему я говорю, что Нуну будет в этом плане дисбалансен? Потому что Нуну мне очень напоминает таких персонажей, например, как Поппи, как, к примеру, Шивана, как, к примеру, может быть, Ви. Вы можете на него брать что угодно. То есть, вы можете идти в любой билд. Вы можете пойти в первую ветку через Фарваров Баттл. Да, совершенно верно, вы на Нуну можете теперь брать Фарваров Баттл. Вы можете на Нуну пойти в Сандерлорд, хотя вот это я как раз советовать не буду. Или же вы можете пойти в третью ветку в Граспо в Зандайм. Вы будете спамить Ешку, то есть капом кулдаун редакшна, который Нуну с Гантлетом... Да, Нуну будет собирать Гантлет. Нуну с Гантлетом будет получать безумно быстро. То есть, красный баф, Гантлет и Фарваров Баттл. Ну, точнее, не красный баф, да, в принципе, и красный баф. Красный баф, красный смайт, Фарваров Баттл, кулдаун на Е 2,4 секунды при капе кулдаун редакшна. И Гантлет делают Нуну просто монстром. Почему мне не нравится это изменение? Потому что это совершенно не меняет механику тупого спама обилок за Нуну. Вы бежите, вы автоаттачите, то есть вы как AD Carry зажимаете правую кнопку мыши. И кидаете по кулдауну Е. То есть, если до этого был кулдаун на Е 3,6 секунды, теперь 2,4 секунды. Демеджа будет много по таргету. Очень много. Замедлений будет гипермного. Чуть-чуть бафнули Early Game за счет более сильного замедления, то есть попроще будет ганкать. Будут ли собирать в него руни как? Нет, я не думаю. Мне кажется, на Нуну нужно опять же идти, если вы совсем извращенец, и там хотите играть через Firewall Battle, вы можете даже пойти в Devourer. Если вы не совсем извращенец, естественно, вы пойдете в Сандер Халк. Нуну, это... Я честно скажу, вот такие изменения меня вгоняют в уныние. Потому что... Реворкать надо. Реворкать. А вот этот баф, который делает персонажа гипернеприятным... Я фиг знает. Посмотрим. Лично я точно попробую во всех извращенных билдах поиграть на Нуну. Там и через Devourer, и через Firewall Battle, и там... Сандер Халк, гантлеты. То есть мы посмотрим, что будет. Это у нас ничего интересного. Ренгер. Нерфы ренгеры... Ренгер сейчас практически всегда в пермобане. Хотя полезных ренгеров сейчас очень мало. По нерфили... Дэмэдж с Ку... Был 50% total атак дэмэджа. Стало 30% атак дэмэджа. Но баф 0 атак дэмэдж баф был 10% бонус, но стал 20%. То есть если вы спамите Ку по идее, ну там автоатаки Ку, по идее у вас дэмэджа станет больше. Но прокастовый дэмэдж будет слабее. Теперь, если говорить про Ешку и изменение пассивки из прыжков. То есть теперь вы не сможете прыгнуть за ренгера и кастануть Е в полете так, что она перелетит через цель. Это происходит тогда, когда вы прыгаете прямо на модельку, и моделька, ну как бы персонаж вражеский, и отходит чуть-чуть вниз, то есть по направлению прыжка. То есть Е улетает в никуда. Теперь этого не будет, потому что ренгер теперь будет приземляться на 1.16 тима, как бы ближе к прыжку. Но теперь у Болы есть кастайм 0.25 секунды, то есть это своеобразный нерв. Плюс к этому ульта теперь будет, вот этот восклицовательный знак, появляться не с 1250 рейнджа, а 1450. То есть Гансмид за ренгера будет еще сложнее, проказ делать будет сложнее, и демеджа будет меньше. То есть вердикт. Ренгер ужасен. На мой взгляд, если я, конечно, что-то, может, не понимаю в этих изменениях, но вердикт, ренгер будет ужасен. А нерв Тамкенча еще один совершенно очевидный нерв. Тамкенч это один из немногих персонажей, которые вне баланса. Он слишком дамажащий, он слишком затанкованный, и у него совершенно нет какого-либо скиллкапа. То есть персонаж бежит, автоаттачит, спамит Абелки. Там, если ваш АД кэрри, там АП кэрри в опасности, вы его сжираете и убегаете. Нерв. Пассивка теперь стакается не 7 секунд, а 5 секунд. Это нерв серьезный. Деваурер теперь... Ну, деваур. Вы можете, если вы его использовали на какой-нибудь Моргану под Блэкшилдом или Фиорова Репост, у вас теперь восстанавливается кулдаун, то есть это небольшой баф деваура. А в свою очередь, пассивная часть ульты была понерфлена. Был дэмс 4,8% бонусной хп, теперь 2,6%. И совершенно верно, совершенно правильно. Какого хрена саппорт, то есть там кенч по идее это саппорт, дамажит больше, чем там что угодно. Я безумно рад. На мой взгляд, там кенч нужно еще нерфить. То есть ему щит нужно нерфить, и там дэмаж скул надо нерфить. Нерфить его хоть что угодно ему нерфить. Там кенч сейчас слишком силен. И вот эти изменения, я уверен, это не последние нерфы, но делают его гораздо слабее, но все еще заслуживающим бана. Почему заслуживающий бана? Потому что слишком дисбалансная механика жирания союзника. Она слишком сильна. Фрост Квин Клейм очередной нерф. Гасты теперь будут двигаться медленнее, если они видят цель. То есть это такой своеобразный нерф. И кулдаун будет не 60 секунд, а 90. Лично я доволен, потому что идиоты, которые собирают Фрост Квин Клейм на мид, их станет меньше. То есть меньше будут проигрывать не игры. В свою очередь, баф Марелла Номикона, опять же, правильный баф. То есть нерфит Фрост Квин, бафует Марелла. Теперь Марелла Номикон гораздо более привлекательна. Он теперь стоит не 2 550, а 2 400. То же самое со Синус Анхоли Греллом, но разница в цене будет не 150, как здесь, а всего 100. Кстати, это неправильно. А Синус Анхоли Грелл сейчас хуже, чем Марелло даже сейчас. И теперь еще будет менее вкусный. А Дарк Силл Стоил 400, теперь стоит 350. Вначале я кричал, что Дарк Силл это супер арт. Почему я его перестал практически всегда покупать? Потому что я в целом считаю, что потки за 50 это слишком дорого. Они переборщили с ценой. 50 голды за 1 хеллспот, ну или круассан, который уже чуть-чуть получше, это перебор. А теперь можно ли будет брать Дарк Силл как первый арт для трех потов? Я думаю нет. Все равно выгоднее брать Даран, он дает Монрек. Хотя посмотрим, что будет опять же на про уровне, как там потестят. Лично я даже в этом плане не хочу думать. Дарк Силл, да, имеет смысл взять. Он за свои деньги дает очень много. Кал. Это был Кал, да. Ты покупаешь вот этот вот артефакт, ты бесполезный кусок. Атак деморс бафнули на 2, и теперь он дает больше голды, когда я его на фулы настакать. У меня недавно в игре был Гнар, который купил этот Кал, он его не настакал на 20 минуте. Поэтому у меня такое, знаете, своеобразное ощущение насчет этого артефакта. Будут ли его брать? Вполне возможно. То есть, я скажу честно, вполне возможно будут. Когда он дает на 2 голды больше, стоит там вроде он стоит 450, а будет давать 350, скорее всего будет иметь смысл его просто купить. Настакается, не настакается, вы не так много потеряете. То есть, может быть даже не первый, не первый итем, а вот например, второй итем, первым естественно Даран, а потом купить вторым Кал, вот чисто, знаете, просто получить денег за это. Потому что вы правда за эту фигню получаете деньги, это выгодный голдер. Но я не уверен. Скажу честно, я просто не уверен, что будут его покупать или будут покупать его часто. Все равно какой-нибудь Даран, который дает ХП, выглядит как-то посимпатичнее. Нерф Ассасина, это кстати, у меня немножечко фейл оф лоджик. Ассасин увеличил весь демедж на полтора процента, теперь он будет увеличивать на 2 процента только по чемпионам. То есть, в джангле теперь вы не будете брать Ассасин ради демеджа. Если так прикинуть, лично в моем случае, я вообще не буду брать талон. То есть, например, сейчас я на попе, если играю, я играю 6-6-18. Скорее всего, в будущем, может быть, я буду играть 6-6-18 через круассаны, а может быть, я пойду в 12-0-18. Я не знаю, я честно скажу мне даже на эту тему, как-то думать лениво, потому что я не понимаю смысла вот этого нерфа Ассасина. Это хороший талант, который помогает джангерам. Сейчас таких талантов в игре реально нет. Там есть талант в первой ветке, который увеличивает демедж, есть талант во второй ветке, который дает 5 демеджа на автоатаке. И в принципе, все, больше талантов на демедж для лесников не существует. То есть, если вы, например, хотите взять какого-нибудь безумного фарма джангера, то вы не получите какой-то бонус с мастерок. Нет. Ну, я не уверен, скажу честно, я не уверен, что это правильное изменение. Лично я про этот талант, естественно, забываю. Так что, удачи таланта. Сандерлорд с Декри. Кулдаун был 20, теперь стал 25-15. И стакинг теперь не 5 секунд, а 3. А я согласен с этим изменением. Сандерлорд слишком долго был слишком сильным. Его продолжили брать, хотя бафнули фаруру батл. И в целом сейчас третья ветка для танка персонажей очень приятна. Но, тем не менее, на всяких RL вы частенько видели Сандерлорд. Это правильное изменение. В лейтгейме он стал чуть-чуть посильнее. То есть, вы его чаще сможете использовать в тимфайтах. То есть, может быть, вы его в некоторых тимфайтах сможете использовать два раза, а не один. Это правильно. На мой взгляд, переборщили, конечно, немножечко. То есть, если бы сделали кулдаун 20 и скалироваться в 15, но стакг дюрейшн был 5 секунд, стал 3, было бы лучше. На мой вкус, если я, к примеру, пойду играть на Ари, а теперь я не буду брать Сандерлорд. То есть, теперь я за Ари буду пытаться играть, наверное, через 18-12-0 или, скорее всего, через 18-0-12. То есть, на кого теперь будет сидеть Сандерлорд? На большинство мидеров, на саппортов, на некоторых джангеров. Но в моем случае, я лично буду пытаться от него отходить и тестировать больше новой вещи. Это у нас не изменения, это тоже... Есть у нас еще что-нибудь интересное? Все. То есть, у нас здесь ничего интересного. Сейчас я кое-что другое включу. Да. Разверну сейчас экран. Так, все, я развернул экран. Я хочу сказать пару слов о Терлисте. То есть, первое, что я хочу сказать. Начался новый сезон, а многие все еще играют в предсезоне. Многие пикают персонажей, которые были очень сильны в предсезоне. А многие спрашивают меня, почему я начал, например, брать на джангеров не три потки, а фигню за 150. Почему я перестал, например, брать на многих персонажей то-то, то-то, то-то. Почему я изменил свое мнение, например, об аппеитами внезапно. Ребят, игра меняется. Игра меняется очень серьезно. Многие этого не увидели с патчем 6.1. Многие этого не увидели в патче 5.24. То есть, что игра без сторонних изменений от Riot Games, она просто меняется. Люди начинают приспосабливаться к тем реалиям, которые существуют. И начинают играть более, может быть, сейфово, более уверенно. Игры начинают становиться длиннее. Поэтому в моем тирлисте я очень много персонажей, я их просто не добавил. Вот, например, самое очевидное, что вы можете увидеть, у меня нет в джангле такого персонажа, как Лисин. У меня его нет. И, скорее всего, его не будет очень длительный промежуток времени. Не играбелен Лисин? Да. Увидите ли вы его на про-уровне? Да. Видите ли вы его в полезном своих играх? Да. Но в моем тирлисте я не вижу смысла пикать Лисина. Я скажу честно, я более чем уверен, что если вы никогда не будете пикать Лисина, вообще, ни при каких условиях, ни в каких сетапах, даже когда он идеально подойдет, у вас будет винрейт выше, чем если вы будете пикать Лисину. И многие персонажи, которых я просто не добавил, вот по таким же причинам, или же не добавил просто потому, что я недостаточно их наблюдал. То есть, еще один пример, это Шен, его реворкует, поэтому я не стал его добавлять, так как, я не знаю, он с самого начала патча будет 6.2 или нет, но надо потестить. Хотя реворк мне не очень понравился. Окей. Перейдем уже к непосредственно к тирлисту. В гад тир в джангле я поставил только Грейвса. Почему только Грейвса? На мой взгляд, Грейв сейчас такой самый неприятный пик из всех в Лису. У него слишком много демеджа, и очевидно, что его будут нерфить. То есть, это просто очевидно. Нерфы не дошли до патча 6.2? Нет проблем, баньте его в патче 6.2, ждите патче 6.3 или 6.4, в котором Грейса понерфит to the ground. У Грейвса самая болевотная механика, которую могли придумать Riot Games вообще в целом. Это персонаж, у которого в целом нет никакого скиллкапа. Он не представляет собой ничего. Идиотская, тупорылейшая механика. И тот реворк, который был создан этому персонажу. Я очень расстроился этому реворку, потому что старый Грейвс не нравился. И сейчас, в мете билдов через Warrior плюс Malmortius, Грейвс безумно силен. Он это единственный джанглер, который заслуживает Гаттира. Все остальные, ну, они похожи. В Тир-1 выделю здесь двух персонажей, Нидали и Киндред. Могут ли они быть в Гаттире? Совершенно верно, они могут быть в Гаттире. Но я их не поставил, потому что у меня не хватает опыта на этих персонажей. То есть, в моем Тир-1 теперь очень будут учитываться мои личные ощущения от игры на этих персонажей. Я не могу играть на Нидали, у меня не хватает рук. То есть, за нее нужно уметь чистить лес, за нее нужно уметь попадать копьями, тимфайтить, правильно билдить и так далее. Мне лениво. Сильна ли Нидали? Посмотрите стрим Метеоса. Вы просто посмотрите стрим Метеоса и что он делает на Нидали. И вы получите свой ответ. Но в случае с Киндред, да, ее понерфили в этом патче. Я думаю, она все равно дисбалансна. Но нерв есть нерв. И я не считаю, что она сильнее, чем Грейс. У Грейса слишком много демеджа при безумной затонкованности и рейндж-атаке. Ну, естественно, у него бурста безумное количество. Тир-1 Элис. Совершенно верно, ничего здесь не изменилось с этим персонажем. То есть, да, нерв в этом патче, но Элис все еще заслуживает тир-1 джанглей. Персонаж очень сильный, персонаж очень полезный. И, естественно, его надо пикать. Следующий персонаж Ева. Я думаю, что Ева сейчас выгоднее собирать через Warrior Gumplet билд. Я ее довольно-таки много тестил через этот билд. И, на мой взгляд, она сильна и заслуживает тир-1 на 150%. Ева хороший джанглер, на котором можно играть. А дальше идет Поппи и Шиван. Очень похожие, кстати, сейчас персонажи. Оба не самые лучшие в тимфайт-фазе. То есть, в некоторых тимфайтах они будут просто бесполезны. Но оба создают безумный прессинг в мидгейме. А Поппи еще и довольно-таки сильный джанглер и early-game ганкер. Сильны. Будут ли нерфиться? То есть, Поппи, я уверен, будут нерфить. Это без вариантов будут. Шиван, пока, если вы научитесь на ней играть и будете пикать против правильных сетапов, вы на ней будете подниматься, как на дрожжах. А тир-1, Ноктюрн и Казикс. Обе персонажи, которых я недостаточно потестил. Ноктюрн должен быть силен. Но механикой 6-го левела мне она сейчас не нравится. Я не люблю сейчас левел 6 жанеров. То есть, если говорить про ту же Поппи, она может ганкать на 6-ом. После 6-го она безумно сильна. И Ноктюрн, да, тоже после 6-го безумно силен. Но он сквишовый. На него сейчас не очень сидят многие артефакты. То есть, вы собираете Warrior Malmortius, вас убивают от D-дэмэджа. Да, вы можете ваншотить, но не знаю, Казикса. В случае с Казиксом, здесь надо реально мне тестить. Тестить, много тестить, нудно тестить. Но я хочу попробовать. И если говорить про Нуну, опять же, я обязательно буду на нем играть. То есть, на бумаге, да, вот это изменение делает его совершенно дисбалансным персонажем, который может собирать что угодно. То есть, он может собирать любой джангл-итом, любой энчант на джангл-итом и дальше любую итомизацию, он будет полезным. То есть, кулдаун там 2-4 секунды на замедление, который висит 2 секунды, и что, и дамажит, уменьшает скорость автоатак и так далее. Епо на мать, Нуну, просто монстр. Он столько возможностей открывает. Орлигейм драконы, Орлигейм нашоры, что угодно. Нуну реально хороший пик. Мог ли я его поставить выше? Наверное. Но я не рискнул, потому что я еще на нем не играл. Топ лейн. Ирелия, Фиоро и Малфит. Здесь бы был еще Шен, но я решил его сюда не ставить, потому что его реворкнули. Я не знаю, как он будет себя чувствовать. То есть, старый Шен, да, он заслуживал у Готира сейчас на топе. Сейчас Ирелия и Фиоро это очень жесткие Энгейджеры, очень жесткие дамагеры. Они очень сейчас затанкованные. Кстати, Ирелию я считаю, что нужно собирать не через Рейдж Блейд. На мой взгляд, сейчас самая лучшая атомизация на Фиоро это первым слотом вы собираете Тринити, и вторым слотом вы собираете Малмортиус. То есть, опять же, мне кажется, это идеальная сборка на Ирелию. Фиоро там сейчас собирают через Титане Гидру плюс стерок, я с этим, наверное, соглашусь. Очень сильные персонажи, очень полезные. Играть против них жутко неприятно. А бустите сколько хотите. А дальше у нас идет пик Малфита. Малфит, а лично я считаю, что персонажи очень сильно оверхайпят. Его банят в каждой игре. Я не думаю, что он настолько силен. Но пик хороший. Но на нем нужно уметь играть. Хороший, стабильный, мощный пик. Но когда на нем играют Седжи, это печально. А это персонаж, который не о лейнинг фазе. Это персонаж, который о ромах, о бульте, о телепортах и так далее. Очень хороший пик. Тир-1 Гэмплинг и Рамбл. Сначала про Гэмплинга. Почему Гэмплинг не в Гаттере? На мой взгляд, после того, как добавили Форвард в Баттл, и Форвард в Баттл стали брать на всяких Ирелия и Фиор, ему слишком сложно стало стоять линию. Его просто овердамажат. Поэтому я не думаю, что он заслуживает Гаттера, хотя за счет ульты и бочек, конечно, персонаж безумно сильный в мидгейме и лейтгейме. Рамбл также безумно сильный пик. Тир-1.5. А Лиссандра, Вукунг, Владимир. Почему в Тир-1.5 нет персонажей типа Дариуса, типа Ринектона? Я не думаю, что это Тир-1.5 пики. Я думаю, это где-то пониже Тир-2. То есть Тир-1.5 это персонажи, которые практически, практически керят в соло. То есть Тир-1 персонажи, это керят в соло. Гаттер персонажи, это персонажи, которые там, о боже, они настолько сильны, что я не мог их засунуть ниже. А Владимир и Лиссандра хорошие АП-персонажи на топе. Если сравнивать их соло, я без вариантов отдам предпочтение Владимиру и Лиссандре. На мой взгляд, это лучшие АП-персонажи. Потому что Рамбл и Малфит я не считаю их АП-персонажами. Я их читаю более, ну знаете так, бруйзерами. Это немножечко другое. Вуконг. Почему здесь Вуконг, опять же, например, ни Рингентона, ни Дариус? Вуконг это сейчас, наверное, самый лучший персонаж против меты, которая есть. То есть, это мета, а Дабл АП сейчас очень много пикает Дабл АП в джангл и, к примеру, на топ или в джангл и на мид. Вуконг собираю Малмортию за счет своей пассивки становится безумным затонкованным. Какая, на мой взгляд, какие руны нужно и мастер избрать на Вуконга? Вуконг это персонаж, который должен играть через 18 в третьей ветке за счет бонусных различных мэджик резистов, бонусного састейна и так далее. Вуконг становится слишком, слишком затонкованным против таких пиков. Он выступает в роли и дамагера, и танка, и все вместе. Плюс к этому за него совершенно не нужно уметь играть, поэтому обустите. Если против вас, например, играет какой-нибудь сетап, поля, на мидлейне стоит какой-нибудь неподвижный ксерот, а в джангли какая-нибудь элис, пожалуйста, берите Вуконг, убивайте их один в два. Удачи! АП мид. Единственный сейчас мидер, который является именно гад-тир персонажем, это Ари. Ари есть, будет, и всегда будет играбельным мидером. У нее божественная механика, у нее прекрасный скейлинг от любых АП артов, то есть, с бафом Морелла Номикона это также еще идет и баф. Ари, у нее сейфовая лейнг фаза, у нее хороший састейн, у нее хороший дэмэдж, у нее хорошая мобильность, у нее прекрасный тимфайт, у нее нет минусов. Ари это единственный мидлейнер в игре, у которого совершенно нет минусов. И у нее нет контрпика, на мой взгляд, у Ари нет контрпика. Каких персонажей я на мид не добавил? Вы здесь не сможете увидеть велкозов, вы здесь не сможете увидеть зэдов, талонов, да и в принципе очень многие персонажи, которые сейчас на миде играются. Почему? Я не думаю, что они нужны. На мой взгляд, вот этот вот набор персонажей, который сейчас есть на мидлейне, то есть это Ари, Лебланк, Виктор, Генпланк, Люкс, Свист, ну и так далее, это лучшие персонажи на любой день. То есть Ари без вариантов самый лучший мидлейнер. Пикайте сколько хотите. Лебланка очень сильно. Сейчас в текущем миде Лебланка безумно сильна, у него очень много дэмэджа, у него очень хорошие прокасты, прекрасный пик. Виктор и Генпланк. Виктор, на мой взгляд, он сейчас в неболанс. Но Виктора очень редко пикают, я знаю, что его пикают постоянно на про-уровне в Корее, я в принципе знаю, что его пикают на ЛКС, но он не очень сейчас популярный, поэтому я не могу прям на 100% оценить силу персонажа, то есть и добавить его например в Гаттир. Виктор это в некотором роде это Фриэлло сейчас. Это чуть ли не самый сильный мидлейнер. Ари, Виктор это самые наверное близкие такие персонажи к Гаттиру. Лебланка и Гэмплант. Почему Гэмплант? У него очень сейфовая лейнинг фаза и за счет ульты я не мог его не добавить. Лебланка опять же сильна. Тир 1, точнее тир 1.5. Люкса. Почему люкс? Это единственный на мой вкус саппорт мидлейнер, который сейчас в соло-ку. Заметьте, речь только о соло-ку. Который играбелен. Я не считаю, что в соло-ку играбелен лол. Почему? Если быть полезным на лолу, у вас должен быть уровень игры выше, чем даймонд 1. То есть, какое количество, какой процент людей посмотрит это видео ради тирлиста, который играет выше, чем даймонд 1 уровень, который играет мастер тири или даже в челлендже. Я не думаю, что это очень большой процент. Поэтому, какой смысл мне рекламировать лолу, на которую вы будете сосать этот персонаж, который исключительно для игроков с высокого уэлла. Нет. Люкса, в свою очередь, она очень много дамажит, может убить за прокаст и она керет. То есть, поэтому люкс. Физ, хороший роумер, хороший убийца, дамеджа много, прекрасный пик. Владимир, КС-1. Такие более-менее затанкованные фармеры на миде, которые обладают потенциалом керинга 1 в 5. Такие персонажи должны быть на мидлейне и корке. И я начал в последнее время не могу сказать, что фанатить от корки, но я начал понимать, что этот персонаж с десфайртачем слишком силен. А корки плюс десфайртач плюс вот этот пэккедж и билд через сорки у него слишком много дамеджа. У корки просто слишком много дамеджа, а в тимфайт фазе он может одной пассивкой выиграть тимфайт сразу. То есть у меня я за все время с реворка корки сыграл на корке две игры и вот во второй игре я одной своей пассивкой выиграл тимфайт. Просто выиграл. Там одна пассивка наверное дамажил где-то тысяч пять. А у е-дэмеджа то есть это без ракет кушек ешек второй вэшки автоатак там и так далее. Там безумное количество дамажа. Поэтому я думаю что корке нужно пикать может быть он будет и выше может быть он будет и в тирадин может быть он будет в гатире не знаю пока я его добавил сюда. Вкусный хороший пик. Адкери мне кажется сейчас самый менее популярный пик который есть является самым сильным. Я не думаю что сейчас есть адкери который сильнее чем калисты. мое мнение исключительно мое но по моим наблюдениям если у вас грамотная калисты вы выиграли. Она слишком сильна на линии. Она слишком полезна на линии. Поэтому калисты фоза винга тир пик пока. В тир 1 я добавил 2 персонажей это Люциан и Корки очень хорошие прокастеры очень много дэмеджа прекрасные прекрасные сейчас скиллсеты то есть если Корки это персонаж который а пэккедж то Люциан это такой лейнбули автоатакер играется с любыми популярными сейчас саппортами то есть и с попиум прекрасен и с элистаром и с бардом и с там кенчем и с джанной и с браумом к примеру и саппе саппортами он тоже хорош 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 пик и в тир полтора я добавил сначала я поговорю о мисс форчен и трестань и мисс форчен по нерфили то есть сейчас вот например еще идет нерв опять же с андерлорда почему мф так низко если бы я делал тир лист для патча например 524 я бы мф добавил в готир мф перестали пикать практически всегда такое ощущение что персонажи совершенно забыли персонажи не хотят пикать почему-то я ее недостаточно вижу в игры чтобы оценить именно мощь ее да понерфили пассивку да понерфили ешку да понерфили с интерворд но ульта то все еще есть не знаю она где-то там 300 на этой персонаж это единственный сейчас пик который может делать 1 в 5 то есть за счет рейнджа автоатак за счет резетов на вешку бесконечных резетов на вешку это единственный адекерри который может именно играть 1 в 5 но сейчас мне кажется 300 на в эру попи в эру вот этих вот ап джанглеров ей очень сложно дойти до этого состояния то есть 300 на может выиграть линию но если ее начинают на линии сноуболить у нее практически нет шансов камбэк на темно ленинг фаза если 300 на отставил ленинг фазу лучше я бы ее определенно поставил выше в тирлисте но пока так теперь изрил у меня это наверное персонажа который у меня просто рвет задницу на куски на кусманчике я ненавижу когда у меня в команде пикают изрилов я просто меня все меня переполняет ненависть почему да потому что они все конченые они никто на изриле играть не умеет не попадают кушками там вплотную пятьку подряд мажет ей используют в мели думая что они там гипер хирус собирают какие-то непонятные томизации собирают боттер который они мало того что забывают использовать так они его еще и не авто тачит вообще практически никогда не идут в такие артефакты как скеметар какие-то безумные итомизации идут видно что человек играть не умеет но почему-то собирает моно-мун первым что за фигня почему не гантлет первым какие-то мастерис непонятные берут я например недавно граспов зондаин из рила видел почему-то идут фэрвору батл хотя дамажить не умеют то есть авто тач из рила это сейчас понимаете это пик вот совсем для аутистов ты не играешь на бутлэйне тебе досталось роли адекари каким-то чудом снова динамик ты берешь этого из рила и сосешь как бы это бесперерывно в остальном же если из рила играет на уровне бога то есть привет там дефт реклос и узи о боже это персонаж который может делать один в пять я проигрывал и выигрывал игры с из рилами которые играли откровенно один в пять то есть у из рила там например было 60 тысяч дэмэджа у второго чувака 20 умеете играть на из риле это не тир полтора пик это выше чем гад тир пик но из-за того количества ублюдков которые играют на из риле мне вообще бы его не хотелось добавлять в тир лист в целом это тир 50 пик если ты на нем играть не умеешь но я обязан такие пики я обязан добавлять саппорты единственный гад тир пик который сейчас есть это поппер кто вам что скажет без разницы кто даже если вы спросите там например топ 1 ювеста ликрита считаешь ли ты поппи самым сильным саппортом он скажет нет я люблю барда или там нет алистар просто босс нет ребят поппи это как саппорт это слишком дисбалансный пик как джандер как топпер у него очень много минусов то есть у поппи очень много минусов я знаете так как сиди уже подходит к концу я хочу их перечислить первый минус джангл поппи если вы не заганкаете в роли гейме вас могут засну болить банально фармом леса то есть у поппи очень низкий фарм леса до 5 лавла то есть до покупки небольшого количества ады и так далее поппи очень сквишовый если не идет синдер халк и дэдман сплейт но если он идет в дэдман сплейт и синдер халк он не может кэрить то есть он обязан идти в вориор плюс например гантли это лучшая атомизация для кэринга следующий момент поппи когда идет транзакция между эрли геймом и мид геймом то есть обычно это где-то 7-8 ловел у поппи безумное количество дэмэджа если он покупает вориор но он лопается он просто лопается ему может ваншотнуть кто угодно ему очень сложно найти хороший грамотный тимфайт который для него подготовит или поддержит его тиммейты то есть вот в этот момент где-то до ловла 11 у него очень сложная игра начинается вот именно в плане ты сможешь разожраться в дэганмода или нет и самая большая печаль у поппи начинается в тимфайт фазе то есть переход от мид гейма к лейт гейму а так как за него энгейджить практически нереально без флэша даже с лэшом у него энгейджи весьма посредственный и он начинает очень сильно зависеть от тиммейтов почему же тогда саппорт поппи является пиком богов потому что задачи другие а задачи саппорт поппи это не закарить тимфайт там в соляново да это помочь своему адекаре использовать грамотную вэшку вбить цель в стенку и так далее то есть у него все проблемы джангл и топ лейн поппи они просто автоматически убираются персонаж у него немножечко другая атомизация то есть у него более саппорт еще более затонкованная атомизация которая позволяет гораздо больше делать в тимфайтах плюс к этому у него если он разжирается он может пойти в тот же гантлет который является просто итемом богов на поппи и одновременно с этим за саппорт поппи у тебя такое безумное количество базового урона что как саппорт ты безумно полезен даже не делая собственно ничего у тебя просто слишком много дэмэджа ты рандомно вбил в стену у тебя например какой-нибудь корки и люцан ты ваншот ну у тебя да ты с чем угодно ваншот у него просто слишком много базового урона поэтому саппорт поппи за счет своего безумного базового дэмэджа возможности пойти в кэри билд возможности помогать в тимфайтах вэшкой ультой ешкой кушкой чем только можно он безумно силен то есть саппорт поппи фазы вен тир один пик это алистар почему потому что сейчас в тимфайтах сейчас в солоку любят пикать персонажи типа зэдика типа может быть хреновый лебланочки там какого-нибудь бесполезного дэкэри или там джангл шивану которого контроля нет на топ-лей может быть взять еще фиору который также там не безумно энгейджи вам нужен энгейдж танк и алистар выполняет эту роль просто просто прекрасно алистар это сейчас просто даже не из-за ленинг фазы он силен а просто из-за того что не хватает тимфайт фазы в большинстве команд не хватает этого то есть есть пики в которых знаете вот ты такой стоишь и думаешь ребят а как это вообще выиграть у нас нет сетапа у нас нет кайта у нас нет энгейдж у нас ничего нет мы вроде как выигрывали до 20 а потом мы ничего сделать не можем потому что наш сетап говно и алистар вот такие вот говно сетап он спасает поэтому алистар очень хороший пик ну и плюс ульта конечно божественно помогает жестко снова болеть на дайвах то есть в орлигейме на дайвах это супер ну и так же у него ромы хорошие очень алистар прекрасный пик а тир полтора бард там кинджан самый сильный из этих пиков бард это без вариантов у барда очень много утилити за него правда нужно уметь играть потому что у него сложно кидать ульту за него нужно понимать когда уходить с линии когда нет все же подбирать колокольчики круто но у него много дэмэдж у него хороший потенциал керри как саппорт на мой взгляд бард сильный но вот в последнем патче он стал чуть-чуть послабее за последние патчи потому что стало больше вот этих танков энгейджеров типа попи алистар джанна почему джанна вообще и стерлист я ненавижу еще джанна но с теми а дэкэри которые сейчас ограблен то есть джанна прекрасно работает то есть она кидает щит и получается безумный безумный дэмэдж за проказ плюс у него хороший сейв если ты просто играешь сейфово на линии что может быть лучше джанны ну что может быть лучше джанны прекрасный пик говорите что хотите на низком да и даже на высоком элло джанна это просто блестящий персонаж не умеете играть на джанне играй точнее не умеете играть на саппортах играйте на джанне и просто играйте сейфово если вы будете делать все правильно вы будете безумно полезны там кинч был бы выше но в последнем патче конечно его серьезно затронули серьезно понерфили но за счет джарани я не мог его не поставить в терлист дальше персонажи которые сейчас считаются сильными считаются играбельными самый наверное первый банальный пик это трандл на мой взгляд трандл это просто дерьмо я ненавижу когда у меня трандл в команде трандлов мало полезных трандлов мало хороших я не вижу в нем смысла вообще никакого соло ку я не вижу смысла в этом персонаже может быть он играется на про уровне может быть он играется выше мне пофигу трандл просто говно и дальше я бы хотел поговорить об апп саппортах то есть это различные велкозы зиры и так далее в соло ку играбельно играбельно играйте сейфово если вы будете с мозгами то вы будете получать киллы вы будете выигрывать тимфайты проблема конечно в механике особенно на велкозе велкоз который играет дерьмовый велкоз который играет на уровне бога это два совершенно разных пика если вы будете играть на уровне бога то вы будете очень полезным очень коричем но это редкий случай а еще персонажи которым я хотел бы поговорить который в последнее время очень много стал пикаться это браун браун сейчас очень хороший пик а стоит с любыми а д керри но мне убрал может жутко не нравится сейчас ланин фаза на мой взгляд чуть-чуть не хватает ему чтобы фазу выигрывать а если он ленин фазу не выигрывает он просто становится недостаточно за танковым по сравнению с папе или по сравнению с алистаром плюс его ловите сейчас вопрос так что как-то так повторюсь еще раз про тирлист тирлист это чисто мое субъективное мнение является этот тирлист на сто процентов правильно нет а естественно нет я пытался я довольно-таки долго думал о тирлисте включить все что я хотел в этот тирлист то есть всех персонажей которых я считаю сейчас сильным но не просто не хватает времени то есть естественно может где-то патчу 6 4 6 5 когда я наиграю еще сотенку другой игр я уже буду делать реально точные тирлисты сейчас это поверхностный тирлист который на мой взгляд в лучшем случае про правдив на процентов 80 худшим на процентов 65 70 поэтому на мой взгляд в любом случае вы можете почерпнуть очень многое из него но конечно хотелось бы лучше ну ладно всем спасибо за просмотр с вами был кого там с вами был тирлист и пока удачи до стрима